В Слоенском районе состоялся ежегодный, уже 16-й по счету, конкурс «Строя и песни» среди школьников и воспитанников военно-патриотических клубов, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С подробностями наши корреспонденты. Умение красиво пройти строем с песней, отработанность строевого шага, четкость, точность выполнения основных команд, результат длительных ежедневных тренировок, требующих много сил. Всё нужно выполнить только на отлично и выглядеть при этом тоже безупречно. Участникам это удалось. В смотре конкурса приняли участие представители 31-й школы и военно-патриотических клубов Славянского района. Дал старт началу соревнований председатель районного совета Григорий Литовко. В вашем лице растёт достойная смена, готовая всегда стать на защиту своей Родины. Я желаю вам сегодня хорошего осмотра конкурса, хорошей учёбы, успехов, здоровья и, конечно же, побед. Смотр конкурса «Троя песни» объявляется открытым. Пожелал удачи и победы юным патриотам и ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Шевцов. Дорогие мои, вам предстоит сегодня показать свою выправку, своё мужество, свою отвагу, свою готовность стать на защиту своего Отечества. Программа смотра конкурса состояла из двух частей – прохождение торжественной маршем и исполнение строевой песни. В состав судейской коллегии вошли военнослужащие и представители управления образования. Оценивались умения ходить торжественным строем, правильность и чёткость выполнения команд, качество исполнения строевой песни, наличие единой формы, внешний вид участников. В ходе смотра конкурса ребята продемонстрировали строевую слаженность и знание песен военных лет. Чеканя шаг нога в ногу, ребята проходили по театральной площади. «У каждого сегодня на устах! Победа! 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 Победа!» Как отметили организаторы смотра конкурса, уровень подготовки воспитанников военно-патриотических организаций Славянского района является одним из лучших в Краснодарском крае. Большинство участников по окончании школы выберет военную профессию. Поэтому проводимый слёт – лишь начало их длинного, преданного Отечеству боевого пути. На мой взгляд, это очень важный конкурс, потому что тем самым мы отдаём дань уважения нашим дедам, прадедам, которые принимали участие в освобождении нашей Родины. Ветераны, которые воевали, они это видят и гордятся нами. Они знают, что подрастает хорошее поколение. Во-первых, для меня это очень большая честь, это для меня гордость стоять здесь, на этой площади. И просто у меня нет слов, даже мурашки по коже идут от такого мероприятия. Для Никиты Старцева участие в «Смотре» не просто конкурс. Это патриотизм, верность и преданность своему Отечеству. Тем более, что впереди у него военное училище. Я считаю, что каждый ученик и гражданин своей страны должен чтить память павших героев Великой Отечественной войны. Их подвиг не должен быть забит. Победители определяли по четырём номинациям. Лучшими среди учащихся девятых-одиннадцатых классов стали ученики школы номер 16, девятый К-класс. Среди команд седьмых-восьмых классов победили также ученики шестнадцатой школы, седьмой К-класс. Среди пятых-шестых классов лучшими стали петровчане из двадцать девятой школы. Среди военно-патриотических клубов победу праздновал будущий воин школы номер 29. Команды-победители получили кубки и грамоты. А каждый участник – массу впечатлений. А главное – бесценный опыт. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа События.